Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас стоим сколько, я уж не знаю, сколько стоим Он может что-то подъедет, повезет Я работаю в Кировском районе, вот до 6 часов После 6 с Кировского доехать до Елицкой И с Елицкой приехать сюда Это вообще нереально, это экстрим У нас еще конечная жидная больница Мне вообще, мы когда стоим ждем И я все время думаю, интересно А вот если человеку нужно в больницу Или из больницы, это вообще как? Да у меня вот это, пенсионеры, они инвалиды Они вообще до поликлиники доехать не могут А такси отсюда 500 рублей Пенсия у нее 10 тысяч Она должна 500 рублей туда, 500 рублей назад И в поликлинику не один раз в месяц надо съесть Всю пенсию она потратить должна на такси В автобус, ну в эту маршрутку она даже не залезет Потому что там только стоят Стоять она не может, у нее больные ноги И что делать? А вы писали сами жалобы когда-нибудь? Мы звонили по телефону, которые указаны на сайте администрации Звонили, писать не писали Обращались за помощью, в надежде на понимание Кто, вот, хозяин чьи 10 маршруты Вот с ним общались Все время сообщали ему О проблемах, то что маршрут, то есть по графику График не выдерживается, особенно вечером То есть когда люди уезжают с работы То есть можно просто не дождаться Тогда мы вот те, кто стоим, мы собираемся В складчину на такси доезжаем Я считаю, что проблемы есть, но они несущественные Сколько департамент дал машин Столько мы практически поставили 22 машины То есть автобус тут не нужен по вашему? Я считаю, что нет А почему тогда во время часа пик люди не могут уехать? Вот они все говорят А где могут уехать люди в часа пик? Может быть маршрут так и хватает Но график движения их не контролируется никоим образом Водители хамят, маршрутки грязные Сиденья засранные, облезные Спины людей возить Если вы владелец маршруток За подло выходите с такими машинами на маршрут А где у нас хорошие машины? 98-й возьмите маршрут 110-й возьмите маршрут 50-й по центру Там идеальные машины Не идеальные, но хотя бы их поддерживают А здесь подлокотники облезные Там такой слой грязи лежит Заходишь против Бабушка заходит Водители не стоят, не ждут Бабушка зашла, он тронулся, бабушка упала Это что за отношение к людям такое? Скотское, понимаете, ребят Если вы не будете, как хозяин, например, влиять на них То мы на них, как пассажиры, вообще повлиять не можем Вот я уезжаю на первой маршрутке на работу Это она идет, вот у нас здесь, 10 минут седьмого Она уже оттуда идет, ну, с больницы Уже полная Мы уже полные И по ходу вот здесь еще подпирают людей Потому что людям надо уезжать на работу Вот, то есть он понимает водителя Он всех подбирает Ему как селедки стоят Дальше больше Ребенку кто в первую смену Вот сейчас у меня внучка во вторую смену Это в час она уезжает Невозможно уехать Ну это как? Ну что, в садик детей Родителям в 7 часов, там, в полвосьмого Уехать невозможно Если подбирает, то это вообще не втиснуть Ну мы взрослые, мы уже толкаемся Ну там все вот так вот А с детем как? Очень острая проблема Потому что невозможно с детем уехать утром Вечером невозможно ребенку приехать за школы Маршрутки тут биткомные Елецкой люди уже не берут И в эту сторону тоже невозможно по утрам уехать Выдали мне этот праздник Маршрутчики чуть-чуть с потрохами Вот, вот, вот Идем, идем, идем У нас валидаторов нет У нас валидаторов нет У них было в 9 маршрутках валидаторы Они их попрятали Сказали, у нас их нет, они не работают Хотя все номера маршрутные, такси у меня были Все, там с оскорблениями, там что было, это вообще непонятно А вот еще раз, в центре вы говорите, там можно пользоваться всеми вот этими А как? Дети пользуются школьными проездами У меня в руки там живут Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому